Сейчас будем говорить о потерях российской армии по состоянию на данную минуту, то что известно официально. Итак, наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении. Общие боевые потери российской армии на 11 ноября ориентировочно составили, если говорить о личном составе, то это около 79 400 человек. Также ликвидировано танков 2814 единиц, боевых бронированных машин 5696, арт-система 1817, ну и другие цифры, по традиции, можете видеть сейчас на своих экранах в нашей инфографике. А вооруженные силы Украины за сутки освободили около 3000 квадратных километров на юге. Об этом сообщает оперативное командование ЮГ, ну и далее цитата. Если в предыдущие сутки мы говорили о 260 квадратных километрах, то сегодня более чем о 3000. Однако все еще есть территории, где может оставаться враг. Об этом сообщает спикер оперативного командования ЮГ Наталья Гуменюк. Ну а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов исключил возможность заморозки войны после освобождения Херсона. Он также подчеркнул, что президент Украины ставит украинским защитникам четкую задачу – освобождение всех украинских территорий от террористов и оккупантов. Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы не можем допускать, потому что там есть наши люди. Мы видим, как они страдают. Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ну и я напомню, также цитаты, одна из них, что России понадобится минимум неделя, чтобы вывести войска из Херсона. Об этом, в частности, в интервью агентства Reuters заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Давайте послушаем. Для анализа ситуации в Херсонской области надо видеть реальное передвижение российских воинских подразделений. По данным нашей разведки, они пока не начинали массовый выход, например, из Херсона. Мы до сих пор их видим в городе, вокруг города и на западном берегу Днепра. И мы знаем, что у них в Херсонской области есть разные воинские формирования, примерно 40 тысяч человек личного состава. Это очень много. Только представьте себе, 40 тысяч человек с техникой, вооружением, БТР, танками и так далее и тому подобное. Вывести такие войска из Херсона за день-два не так-то просто. Понадобится как минимум одна неделя. И прямо сейчас о потерях россиян, о ситуации на фронте. Естественно, о ситуации в Херсоне и вокруг Херсона будем говорить с Романом Свиттаном. Это полковник запаса и военный эксперт Роман Григорьевич. Доброе вам утро. Приветствую. Я хочу сейчас... Давайте все-таки начнем с топ-темы Херсон. Я считаю, что еще пока что можно говорить с полной уверенностью, что пока первые заголовки как раз заслуживают освобождение Херсона. Вы буквально... Я открыл одно из ваших интервью и как раз вы сказали, что в принципе российская армия готовила отступление с правого берега Херсонской области еще летом. И вы это предсказывали еще тогда. Скажите, какие аргументы, точнее какие факты вы использовали для того, чтобы предсказать еще летом, что будет отступление? После того, как зашли хаймерсы, после того, как наши войска начали обстреливать мосты и начали их повреждать, перфорировать, взяли под огневой контроль. Уже можно было просчитать то, что правый берег Херсонской области, российская группировка, оказывается в оперативном котле. А из оперативного котла выхода три. Первый – движение дальше, то есть если это плацдарм на Одессу или на Приднестровье. Второй – погибнуть в этом котле. И третий – уйти обратно, то есть уйти из плацдарма. Четвертого не дано. Потому все было дело времени, то есть когда будут приняты решения для того, чтобы уходить с правого берега. Причем было сразу понятно, что россияне не будут зимовать в Херсонской области. В принципе и всем во всей оккупированной территории. Они просто не готовятся. Я в свое время был советником губернатора в области. И я примерно представляю, какие должны быть мероприятия для подготовки к зиме. Они у нас начинаются с весны. Ну а естественно, если летом люди не готовятся, то есть однозначно зимовать не будут. Несколько месяцев Путин пытался обменять выход из Херсона, справа на левый берег. Обменять на какие-то либо территории, либо условия, то есть либо на Крым, на Донбасс, на стукопутный перешей, на замораживание конфликта, на уменьшение каких-то действий. То есть эти попытки были постоянно. И в принципе где-то недели две-три назад было понятно, что уже была дана команда на отход из Херсона тяжелой техники, вооружений, артиллерии дальней. И вот именно это движение под прикрытием эвакуации вместе с мирными населениями, оно было уже принято где-то две-три недели назад. А вот то, что мы видим сейчас, это уже завершение выхода. Действительно, министр обороны прав, больше 20 тысяч человек, ну может не 40, но чуть больше 20 тысяч человек находилось на правом береге, на правом берегу. Вывести такую группу за один-два дня можно в единственном случае, если до этого выведена тяжелая техника. А на правом берегу остаются высокомобильные части, которые могут за один-два, за одну ночь сделать какой-то бросок. Это единственные части, это воздушно-десантные войска. Именно для этого они и были предназначены. Потому нахождение десантных войск на правом берегу говорило о том, что будет быстрое передвижение в течение одних-двух дней. В принципе, то, что мы и увидели. То есть при принятии уже решения, может быть, при каком-то согласовании такого рода отхода, ВДВшники вышли буквально за два дня с правого на левый берег, оставив за собой арьергардные части, те, которые нужны были для демпфера определенного, но они должны были погибнуть. То есть это в основном частично мобилизованные, их не жалко с точки зрения россиян. Потому их оставили с правого берега удерживать наши войска, пока элитные ВДВшные части переходили на левый. Потому мы видим и погибших российских, и еще до сих пор сдающихся в плен, и некоторое количество техники, которые они оставили на правом берегу. И также подтверждение ваших слов, приведу ваши же слова, затем еще хочу фактор переправ обсудить с вами. Итак, вначале процитирую вас, что на правобережье Херсонщины после массового бегства оккупантов все еще есть остатки вражеских войск. Их постараются выявлять во время так называемой инфильтрации на деоккупированных территориях. Это важно понимать, в первую очередь, для тех, кто не живет, например, в Херсоне, в Херсонской области, либо кто не так хорошо знаком с ситуацией на местах. Ну и еще один фактор, сразу добавлю, во время отступления российских захватчиков на левый берег Днепра были разрушены Антоновский и Дарьевский мосты, которые теперь непригодны для использования. Масштабы, вот сейчас можно посмотреть еще фотографии, повреждений можно наблюдать на спутниковых снимках Максар. Несколько секций Антоновского моста, который пересекает реку Днепр возле Херсона, были серьезно повреждены, а некоторые пролеты вообще упали в воду. И также разрушена железнодорожная часть, если мы говорим о другом Антоновской переправе, железнодорожной, соответственно. Сейчас вот как раз видим на экранах снимки Максар. Критические разрушения также нанесены Дарьевскому мосту, а также шлюзом и определенным участком дамбы Каховской ГЭС. Но это уже, если мы говорим, если смотреть на карту, то лицом, то это будет правее, а если двигаться по Антоновскому мосту в сторону Олешек, например, то понятное дело, что это будет слева. Это я тоже кратко объясняю географию Херсонской области. Итак, российские СМИ сообщают, что это работа армии оккупантов во время бегства с правого берега Днепра. В Генеральном штабе вооруженных сил Украины эту информацию пока не подтверждают. Подтверждают или нет, но снимки говорят сами за себя. Я думаю, что предварительные выводы уже какие-то можно делать. Я так понимаю, что по поводу тех оккупантов, которые еще остаются на правом бережье, это то, что вы сказали, что мобилизованные, которые прикрывают отход элитных частей. И, соответственно, что будет с левым берегом? Я имею в виду, как можно продолжать контрнаступление украинскими войсками, либо пока речь о переходе на левый берег в принципе не ведется? По правому берегу сейчас будут происходить мероприятия по полной деоккупации. Такой алгоритм уже отработан при освобождении Харьковской области. Примерно с таким же алгоритмом наши спецслужбы и войска, потом спецслужбы и коммунальные предприятия заходят на правый берег. Он будет длиться в районе недели двух минимум. Те части, которые еще остались на правом берегу, они малочисленные. То есть россияне, когда поняли, что бегут все, бросили все, и на любых шлюпках, лодках, любыми средствами успели все-таки уйти на левый берег. А те части, которые остались на правом берегу, это, может быть, десятки, сотни человек, их сейчас наши спецслужбы будут выявлять и дальше по процедуре запускать. Фильтрационные мероприятия будут проходить на такой территории тоже где-то около двух недель минимум. Потому лучше не мешать нашим спецслужбам зачищать правый берег от российских войск. Те части, которые перешли на левый берег российские, они сразу располагались вдоль отрытых линий укрепления. То есть там около трех линий укрепления. Первая, вторая, где-то третья очаговая. На дальностях первая вдоль линии Днепра. Вторая где-то 10-15 километров от Днепра. И третья где-то 20-25 километров от Днепра. Как раз по линии затопления предполагаемого, если будет прорыв Каховской дамбы, или не Каховской гидроэлектроподрыв, Каховской гидроэлектростанции. Эти войска, которые сейчас будут закапываться и продолжают закапываться на левом берегу, они ждут нашего наступления форсирования Днепра в районе Херсона или в районе Каховской гидроэлектростанции. Оптимальный вариант, конечно, это Каховская ГЭС. Скорее всего, украинские войска будут полностью брать под ее контроль, форсируя Днепр в этом районе на левый берег, плацдарм освобождения Каховки и полный контроль на Каховской ГЭС. А дальше будут развиваться определенные, согласно замыслу нашего главкома, будут развиваться определенные события, проведение оперативно-тактических действий для уже деоккупации левого берега. Он может начаться и если образуется плацдарм с района Новой Каховки на юг в сторону Крыма, либо все-таки освободившиеся части украинской армии, которые переправятся на левый берег в районе Запорожья, усилят угруппировку Орехово-Голепольскую и от Орехова и Голеполя выдвинутся в сторону Катмака и на Мелитополь. И уже дальше будут принимать решения по дальнейшим действиям по деоккупации левого берега. Только деоккупация левого берега, скорее всего, все-таки будет с левого берега Ж, только с севера левого берега из-под Запорожья. Это самый оптимальный вариант, самый щадящий вариант для нашей армии, так как все-таки форсирование километровой водной глади Днепра довольно-таки сложное мероприятие. Фактор Мелитополя не один раз мы уже обсуждали в эфирах, в частности, с вами также. Скажите, по вашему мнению, будут ли пытаться российские войска сейчас использовать высвободившиеся, так сказать, силы после отвода элитных частей на тот же левый берег Днепра для попытки штурмовать Запорожье? Потому что на Мелитополь можно двигаться как раз со стороны Запорожья, там как раз Васильевка, где сейчас, по сути, откуда, точнее, контрольный пропускной пункт, где украинские граждане могут, например, с оккупированной части Украины, Херсонской области, выехать через Запорожскую область в контролируемую часть. Вот будут ли использовать российские войска, фактор дополнительных войск для того, чтобы попытаться подойти поближе к Запорожью хотя бы? Для того, чтобы двигаться на Запорожье россиянам с юга на север вдоль Днепра, им нужна очень большая группировка, то есть в несколько десятков тысяч человек, даже если не сотен. Потому вряд ли это будет движение, так как оно будет купировано сразу одномоментно. Двигаться они могут по всему фронту или, допустим, по части фронта, но для этого действительно надо даже больше сотни тысяч человек, не менее. Скорее всего, эти освободившиеся войска сейчас, ну, там около корпуса, тысяч 15-20 человек, примерно корпус, его могут перебросить, скорее всего, перебросят на Донецкую область, потому что именно в этой точке, в районе Донбасса, выполняются россиянами движения и попытки захватить оставшуюся часть Донецкой области. Именно об этом постоянно в течение всего года говорит военно-политическое руководство от неком освобождении Донбасса. Потому, а так как они не выполнили самую основную часть всей так называемой спецоперации, то, скорее всего, они будут переброшены именно на Донбасс, может быть, под Бахмут, может, под Угридар, в зависимости от дислокации войск, российских войск в этом районе. Но эта группировка будет, скорее всего, усиливать все-таки Донбасс. Соглашусь с вами. И сразу, знаете, что хочется отметить? Нет, Николаевская область чуть позже я с вами хочу обсудить. Сейчас хочу по Крыму поговорить, потому что нашел интересную вашу мысль. Вы считаете, что прогноз Бена Ходжеса по срокам освобождения нашей страны, где речь идет о лете 2023 года, вполне реален, но может произойти даже быстрее. Вы даже называете вид оружия, которое позволит вооруженным силам Украины подойти к работе по Крыму перед Новым годом, то есть 2022. Ну, тут уже осталось, собственно, практически полтора месяца. В чем секрет? Что это за оружие? И как именно можно будет подойти к работе по Крыму? К работе по Крыму можно подойти, если нам передадут, как минимум передадут дальние ракеты типа Атакамса или ПИСМ для Хаймарса. Если нам передадут авиационное вооружение, ракеты есть для работы, тоже около 300 километров, типа Хармов, только по земле. И если нам хотя бы передадут несколько эскадрильей авиации, то есть с помощью авиации мы смогли бы зайти в Крым уже в этом году, до Нового года, это уже точно. Авиация, у нас есть опыт работы с противорадиолокационными ракетами ХАРМ. Количество их довольно-таки достаточное для выполнения задач полного подавления противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы Российской Федерации. Потому сможет работать наша авиация. Опять же, нам нужны 15-16-е. В принципе, любые истребители, которые могут нести натовское вооружение и ракеты, и управляемой бухлой. То есть в течение 2-3 недели работы авиации по перешейку, по входу в Крым, даже из того же Херсона, и по самим перешейкам, раскроют дорогу к движению в Крым. Причем параллельная работа авиации по уничтожению, укреплению врага, который они сейчас уже успели где-то откопать на земле. И параллельная работа с дальними ракетами типа Атакамса, которые уничтожат практически весь военный потенциал самого Крыма. Естественно, нам даст возможность пройти в Крым. Это можно сделать, конечно, и без этих средств. Но для этого тогда уже придется, согласно прогнозам Б, находиться, двигаться где-то до весны всю зиму. А с применением авиации очень быстро ускоряются процессы. Я как пример могу повести Алеппо. Вот вроде как плохие примеры, но именно такого уровня работа. То есть только не по городу, не по городам, а по укреплениям. Даже тот же Мариуполь, как только подошла авиация, Мариуполь сложился, так как против давления с воздуха практически ничего нельзя предпринять. Когда самолет высыпает на голову противника 5-7 тонн авиабомб, ну там ничего уже не остается. То есть можно дальше просто продвигаться войскам. И именно такая поддержка любой наземной операции со стороны военно-воздушных сил, она ускоряет в разы, даже в десятки раз скорость продвижения войск. И вот как раз фактор Николаевской области с вами хотел обсудить. Военно-воздушные силы, ПВО вспомнил, и С-300, которые на самом деле должны использоваться по классу земля-воздух, а Россия перенастраивает их на класс земля-земля и вся Николаевская область. Кроме Кинбурнской косы, мне уроженцу Николаева всегда было сложно произносить именно это название, Кинбурнской косы, естественно, освобождена. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и подчеркнул, что водовод из Днепра также находится под контролем Украины. После его разминирования Николаев снова будет с питьевой водой. Там как раз узел был перебит в Херсонской области, поэтому проблемы были вообще, в принципе, с поставкой воды. Мне сейчас интересно следующее. Во-первых, я до сих пор не понимаю военной цели обстрела Николаева российскими войсками. И вот как раз я вспомнил про С-300, который специально перенастраивает. Там пакет, если я не ошибаюсь, четыре ракеты должно выходить. Может быть, поправите меня. Дальше будут ли обстреливать Николаев? Потому что, ну, сейчас вообще, в принципе, я не вижу цели бить по этому городу, по Николаевской области. Какой смысл? Если сейчас уже, по сути, проблема Херсона. Не хочу ни в коем случае, чтобы обстреливали Херсон, но сейчас более актуальный вопрос вообще Херсонской области. Для чего обстреливать Николаев? Будут ли продолжаться обстрелы? Ну, обстрелы Николаева армейской артой точно не будут продолжаться, так как линия фронта отодвинута за пределы досягаемости армейской арты. Может быть, еще пионы с какой-то точки могут доставать. Но пион — очень тяжелое орудие, неповоротливое его, в принципе, наша арта, наша авиация быстро будет вычислять и подавлять эти огневые точки. Николаев где-то на 70% сейчас уже будет освобожден от такого рода ударов. Но, тем не менее, они будут оставаться, так как в Николаеве есть определенные воинские части. В Николаеве может быть определенные, как думают россияне, военные объекты, потому они будут использовать те средства доставки вооружений, которые у них есть. Достать они Николаеву любой ракетой, в принципе, хотя ПВО в районе Николаева сейчас подтянется и прикроет с воздуха. Но, тем не менее, останутся проблемы по ракетам «Оникс». «Бастион» развернут в прямую комплекс, хотя также и «Оникс» уже перехватываются, особенно такими ракетами, как «Айрис Т» и «СЛМ». «Айрис Т». Остается действительно проблема по «С-300». «С-300» — нет, пакетами четыре ракеты. Эта ракета одиночно может выходить, потому вне зависимости, все зависит от задачи и количества батарей. «С-300» — очень много в России, тысячи штук. По информации, они даже сами толком не знают, сколько у них ракет, там, пять-семь тысяч. Причем они с очень дальними, с большими сроками хранения, то есть не все они работают, некоторые после выхода, некоторые не выходят, на выходе взрываются, либо падают после взлета, после отстрела, потому, но, тем не менее, количество их есть. Работать против этого вида оружия очень сложно, то есть саму ракету очень сложно сбить, но легко выбиваются точки пуска и радиолокационные станции и командные пункты. У нас есть ракеты «Харм», это 150-километровая ракета, и, в принципе, именно этими ракетами можно потушить эти «С-300». После того, как ПВО подойдет и прикроет уже «Херсон», то есть выйдет вперед Николаева, ближе к фронту, то наша авиация также сможет уже работать и по «С-300» на левом берегу. Поэтому, я думаю, и от этой беды Николаев будет прикрыт, но уже свой ухо. И тогда еще раз обращу внимание на левый берег Днепра, уже возвращаемся к Херсонской области, соответственно. И, кстати, напомню, что новость вышла на телеканале «Фридом», ой, на телеканале, естественно, на телеграм-канале «Фридом», я уже заговариваться начал, более чем 29,5 тысяч у нас подписчиков. Стремимся к цифре 30 тысяч, поэтому подписывайтесь. Но сейчас, собственно, новость, которую разместил телеграм-канал «Фридом», готовится бежать с левого берега. Россияне вывозят коллаборантов и их семьи из временно оккупированной новой Каховки. В Центре национального сопротивления сообщили, что работников так называемой администрации, ну, оккупанты, грубо говоря, коллаборанты, точнее, города, сегодня будут эвакуировать из новой Каховки в сторону «Арабатской стрелки». Для этого оккупанты уже выделили два автобуса. В сторону «Арабатской стрелки» дальше, ну, Крым, наверное, да? Соответственно, готовится ли полномасштабно эвакуироваться и оттуда? «Арабатская стрелка» сейчас открыта, они ее разблокировали, и, в принципе, по «Арабатской стрелке» можно попасть в Крым, в западную часть. Движение россиян из новой Каховки, исход, так называемый, этих коллаборантов и частей обеспечения, говорит о том, что они также просчитывают наш выход на новую Каховку, и ближайшие движения украинских войск будут именно в район не Каховской гидроэлектростанции, но, естественно, новой Каховки, которая расположена на левом берегу. То есть оптимальный вариант от деоккупации левого берега, это форсирование Днепра, еще раз повторюсь, в районе Каховской ГЭС, силы спецопераций и предразделения Главного управления разведки Министерства обороны силы Нацгвардии, которые могут выполнить такого рода маневр, они уже находятся в этом районе, в районе Береслава, и, я думаю, в ближайшее время мы услышим именно такого рода движения, и к нему же готовятся оккупанты, то есть вывозят. Ну, я думаю, это как раз подтверждает наши с вами предположения. Вам огромное спасибо за участие в эфире и за разъяснение. Роман Свитон, полковник запаса и военный эксперт только что был на связи со студией. Субтитры создавал DimaTorzok,